Девушки отдыхают Добро пожаловать на Виджи Таймс! У микрофона тебя приветствует Веня Швецов, а разбирался в тонком искусстве трэша Никита Островский. Устраивайся поудобнее и в конце не забудь поставить лайк, если видео понравилось. Приятного просмотра! Шарпшутер Шарпшутер – это квинтэссенция всех стереотипов о современной России. Точнее, о темных ее сторонах. По словам создателей из Headhunters Games, при разработке они черпали вдохновение в таких шутерах, как Duke Nukem 3D и Doom, о чем говорит и визуальный стиль игры. Несмотря на явную дешевизну разработки, игра под завязку набита множеством внутриигровых активностей. Тут и драки в барах с применением знаменитой стеклянной розочки и разборки с полицией, и даже возможность устроить переворот в стране. В 2015 году студия Dagestan Technology выпустила Bloodbath Kafkaz – шутер, вдохновленный популярной серией Hotline Miami. Все основные стилистические и геймплейные элементы были на месте, но действие происходило в современной России. Игра продавалась в Steam за 228 рублей, что уже намекало на ее принадлежность к русской современной культуре, а официальное описание проекта выглядело так. Погрузитесь в атмосферу ночной Москвы и жарких перестрелок, захватывающий сюжет и просроченная шаурма – вот что ждет вас в Bloodbath Kafkaz. К сожалению, игре не удалось надолго задержаться на просторах Steam. Спустя некоторое время игра была удалена из магазина из-за злоупотребления инструментарием Steamworks. В чем заключалось, это злоупотребление Valve так и не объяснило. А вот и та игра, благодаря которой и появился этот топ. В этот раз разработчиком выступила студия Vodka Productions & Consumptions. Но авторам удалось унаследовать и даже приумножить все то хорошее, что было в их прошлой игре – симуляторе сидения у подъезда, о которой мы поговорим чуть позже. Теперь тебе не придется проникаться антуражем в гордом одиночестве. Вместо этого ты сможешь позвать за стол своего друга или же распивать алкоголь со случайным игроком. Официальное описание симулятора «Бухание онлайн» действительно способно продать игру любому жителю СНГ. Симулятор «Бухание онлайн» – это твой идеальный салюшен для совместного распития алкоголя с джентльменами. Ищи таких же изысканных господ, как и ты, дабы обсудить геополитические проблемы за бутылкой водки. Голосовой и текстовый чат, сборник анекдотов, праздники на каждый день, а также подсказки тем для разговоров, если вдруг вы с вашим виртуальным АМИ вдруг зайдете в тупик. Если из-за пандемии ты давно не встречался с иногородними друзьями, игра даст возможность безопасно посидеть и поговорить обо всем на свете. Учитывая цену прошлой игры издателя всего в 15 рублей, такая встреча обойдется тебе гораздо дешевле, чем покупка билета в гости к своему товарищу. До симулятора в Ухане Онлайн издатель Кавказ Сила Геймс вместе со студией Гобстоп Интерактив уже порадовали жителей СНГ игровой адаптацией другой известной механики – сидение у подъезда. Одноименный симулятор давал игрокам возможность почувствовать, как прекрасно в холодный зимний вечер приземлиться на лавочку возле дома, закурить сигарету и многозначительно смотреть вдаль. По большому счету в игре ничего не происходит, ты просто сидишь на скамейке с сигареткой в зубах и смотришь вдаль. И изредка перед тобой могут пройти пара изрядно выпивших товарищей. Впрочем, несмотря на кажущуюся скуку, здесь, как и в жизни, важен сам процесс. Никто же не выходит во двор покурить, ожидая увидеть что-то необычное или смешное. Шеха де Зима или же It's Winter на фоне остальных участников списка ощущается прямо-таки ААА-блокбастером. Тут есть небольшой, но живописный открытый мир, главная фишка которого – атмосфера. Говоря без шуток, игра действительно неплохо выглядит, особенно на фоне коллег по списку. В твоем распоряжении небольшой спальный район из среднестатистического российского города. Панельные дома, заснеженные улицы, обшарпанные подъезды – все на месте. Но, к сожалению, никакого наполнения контентом тут нет. Из интерактивных объектов, с которыми можно взаимодействовать, есть только сломанный радиоприемник и холодильник с продуктами. Стоит отметить, что Шеха де Зима – это часть мультиформатного проекта отечественного деятеля культуры Ильи Мазо. Кроме самой игры, в проект входят книга, музыкальный альбом, короткометражный фильм и спектакль. Еще одна игра о подъездах и их обитателях, которая позволяет побывать в роли того самого карикатурного гопника в Адидасе и с бесконечным запасом семечек. Разработчики из студии Злой Крот Геймс называют свою игру кликером, а поэтому ожидать от нее глубокого кеймплея не стоит. Все, что нужно делать – плосгать семечки, общаться с виртуальными друзьями и распивать алкоголь. Доступна и прокачка типичных гоп-навыков. Учимся правильно бить неугодных, оттачиваем ораторское мастерство, чтобы хилые ребята боялись услышать вопрос о наличии семечек и так далее. Продолжая разговор о российских маргиналах, нельзя не упомянуть игру «Гопник» и «Йосипел». «Гопник 2». Обе игры, в отличие от остальных участников этого топа, представляют собой текстовые РПГ с упором на сюжет. История гопника берет свое начало в Новосибирске. Главного героя выгнали из университета, и теперь ему ничего не остается, кроме как вернуться в родной город и показать, насколько он крутой пацан. В прологе нам предлагают выбрать один из четырех классов персонажа. Пацан, отморозок, гопник или вор. Каждый из них имеет свои особенности, например, у пацана есть девушка, его сразу пускают в клуб. А на отморозке все заживает, как на собаке. В то же время, гопник может спокойно заходить в притон и общаться с его посетителями. О навыках вора, думаю, говорить не стоит. Гопник – это своеобразная интерактивная книга, в которой можно пропасть не на один день. Это будет забавное и в меру интересное времяпрепровождение. Но я бы все-таки посоветовал почитать настоящие книги или же ознакомиться с классическими текстовыми адвенчурами. Среди игр про Россию есть и откровенный трэш, и вполне себе идейные проекты. Грустно только то, что из раза в раз авторы выбирают основными объектами для шуток гопников и подъезды с их романтикой. Возможно, это и смешно, но уже совсем скоро замысел может исчерпать себя полностью. Ну а как думаешь ты? И какие трэш-игры тебя впечатлили? Обязательно поделись этим в комментариях. Ну а если хочешь поддержать канал, то, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. А на этом пока все. Вечер в хату и до новых встреч на Виджет Аймс. Субтитры сделал DimaTorzok